Почему так часто люди слушают других, но не слушают себя? Естественно, мы слышим очень часто, как добившиеся успеха люди говорят «Наплюй на мнение окружающих, делай то, что ты сам считаешь правильным». И этих слов уже было сказано так много, тысячи раз мы это слышали. Тем не менее, почему-то и вы в своей жизни тоже находите себя в ситуациях сомнения, неуверенности и осознания огромного риска начать делать то, что тебе где-то внутри. Что такое слушать себя? Это слышать тот голос где-то в глубине, запрятавшийся. Еще вопрос, не разучились ли вы его слышать, но предположим, что этот голос все-таки слышен. Но весь рационализм говорит вам, что это не тот путь. Потому что социум вокруг, экономические условия, возможно, вопросы статуса, вопросы карьеры, множество есть факторов, которые нас сковывают. Все это говорит тебе, что нужно действовать иначе. Как все-таки разобраться? Слушать и слышать этот свой голос или слушать вот это воздействие окружающее не только от людей, но и от всех этих форматов жизни. Нас ведь когда воспитывали, когда мы были маленькими, родители нас учили, как понимать правильно этот мир. Ведь мы же пришли в этот мир совершенно без каких-то практических пониманий. Но мы пришли с неким духом уникальным, со своим, абсолютно не похожим ни на кого, в том числе на наших родителей. Вот ведь что интересно. Родители за нас несут ответственность, пытаются научить нас, как вписаться в этот мир. Мы сдаем эти экзамены, получаем эти оценки в школе, потом поступаем в институт, мы идем по некой социальной лестнице, назовем ее так. По сути, мы просто совершаем порядок действий, который предрешен. Но в какой-то момент, у меня, например, это произошло в 19 лет, ты впервые оказываешься перед выбором, когда ты можешь не послушать то, что говорят люди вокруг и то, что принято делать. Каждый из нас и каждый, вообще каждый человек в данную минуту находится на перепуте. Мы этого часто не видим, но эта секунда, если остановиться и подумать, эта секунда, это перекресток, из этой точки идет тысяча-тысяча разных дорог. Мы выбираем какую-то одну. Есть в жизни перекрестки, которые прямо очевидные, когда вот у тебя либо так, либо так, либо может быть у тебя выбор из трех, и у меня тоже были такие ситуации, и наверняка вам они тоже знакомы, когда ты стоишь на отчетливом перекрестке, что ты выберешь? А есть ситуации, как сегодняшний день, когда перекресток практически незаметен, но он на самом деле есть. Потому что сегодня вами будет принято огромное количество решений, каждый из которых будет иметь последствия. Ничтожные, небольшие, может быть, едва заметные, но вы понимаете, что из этого соткана наша жизнь, из этих последовательных решений. И так не хочется думать подобным образом, поэтому я прошу вас сейчас немного мне довериться и просто следовать за мной в этом предположении. И так сегодня или завтра, если вы смотрите это вечером, у вас будет проходить день полный решений. Вы же понимаете, чем продиктованы эти решения? Эти решения продиктованы, и эти действия, как следствие, они продиктованы установками, которые вы себе дали, конструкциями, которыми вы воспринимаете этот мир и свое место в нем. С смелостью, либо ее отсутствием, готовностью идти на риск или неготовностью идти на риск, способностью слышать этот внутренний голос, или действовать по заранее составленному плану. Возможно, этот план был составлен на основе советов других и так далее. Книг, прочитанных, кстати, в том числе, каких-то примеров чужих карьерных шагов. Иными словами, мы с вами оперируем огромным количеством информации для того, чтобы вырабатывать свои, вот тот фундамент, откуда берутся решения. И ваш день сегодняшний будет наполнен этими решениями. Быстрыми, спонтанными, казалось бы. На самом деле нет. Я предлагаю вам попробовать остановиться на какое-то время. Что такое остановиться? Ну, естественно, нужно как-то отгородить себя от стрессов, от звонков, от интернета. Побыть в тишине с самим собой. Удобно это делать утром, удобно это делать вечером. Утром, если есть время, конечно, до выбегания из дома. Вечером перед сном, наверное, самое удобное. Хотя вечером очень часто мы перевариваем прошедший день. В общем, создать внутреннюю тишину и попробовать послушать внутренний свой камертон. Вот ту самую вещь, которая резонирует или диссонирует с окружающим миром. И подумать о своей работе, о своей ситуации с друзьями, семье, в плане образа жизни. Действительно ли оно в точности? Я, конечно, сейчас заведомо задаю вопрос, который вызовет огромное несогласие. Скажет, ну, конечно, Денис не соответствует. Насколько не соответствует? Не так давно один подписчик написал комментарий про то, что вот мои идеализированные представления, мои о мире, когда я говорю, мне так жалко осознавать, что люди годам к сорока перестают зачастую быть в контакте со своей мечтой, а они захвачены уже вот социальной конструкцией, работой привычной, каким-то карьерным путем привычным. И не остается времени или возможности для приключений, для экспериментов, для какой-то смелости. И человек мне написал, Денис, я работаю юристом в крупной компании. Рабочий день по 12-14 часов, с утра до вечера. Работа очень стрессовая. В конце недели нужно хоть немного попытаться ослабиться. Я хожу иногда в бассейн, иногда с друзьями выпиваю. Ничего радикального, но просто хоть немного, чтобы спросить напряжение, чтобы подготовиться к новой, следующей, очень сложной и стрессовой неделе. И так проходит жизнь. Неужели вы не понимаете, спрашивает меня этот человек, что для того, чтобы сделать движение навстречу приключениям, нужно хотя бы решить финансовый вопрос. А для решения финансового вопроса мне нужно ходить на работу. А работа не оставляет времени для того, чтобы экспериментировать. Замкнутый круг. Очень яркая картина. И во многом печальная. Для меня, опять же, ребята, это только моя субъективная точка зрения. Если ваш внутренний камертон говорит вам, что это то, за что я бился, и этот человек тоже высказывая свое сожаление, может быть, послушав себя, скажет, но я ведь мечтал когда-то работать в такой юридической компании. Я мечтал заниматься этим делом, но может быть, не по стольку часов, не такое количество часов этому посвящать, но есть перспектива в будущем. Может быть. Но может быть, камертон внутренний скажет, что это совсем не то, и нужно что-то менять. И человек задаст себе вопрос, чем я рискую. И я уверен на 99%, что весы перевесят в сторону наименьшего риска. Мне удалось жить иначе, и у этого есть цена. Этот наш пример, этот человек-юрист, конечно, заплатит цену, если совершит смелый поступок и откажется от этого пути. И финансовую цену заплатит, и цену потери инерции в жизни, и много чего еще, и потери статуса, возможно, и огромного количества внутренних сомнений и внутренней борьбы. Но я хочу поговорить о другой чаше весов. Что же на ней? В потенциальном будущем. А там очень крутые дары для нашей внутренности, для сердца, для духа, для того, чтобы вот там зазвенело и зазвучало. Довериться себе и осмелиться, это, конечно, нелегко. К своему жизненному пути возвращаясь, как я уже сказал, 11 лет у меня длилось, с момента того решения, когда сделал что-то не так, как принято в социуме, до того момента, когда что-то стало получаться, 30 лет, точнее не что-то, а сразу как-то мощно пошло. Считайте, что я на ту чашу весов, вот где лежал тот самый внутренний камертон и вера в то, что все получится так, как если я буду двигаться по своему пути. При этом, ребят, я же не видел отчетливого пути. Нет-нет. И вы не думайте, что на этом пути, пути сердца, когда идешь, нет сомнений и всегда есть четкое видение. Конечно, там полно сомнений и видение расплывчатое, но лежит в основе ваше решение, принятое, возможно, сегодня. Выбрать этот путь. Я осмелюсь сказать больше. Я считаю, что есть силы или некие законы метафизические, которые будут содействовать вам на этом пути. Еще раз повторюсь, не сразу и не через год и, может быть, не через два, но в конце концов вы эту дугу переломите. Этот выбор оправдается тем, что обстоятельства начнут складываться в вашу пользу. Примеров гигантское количество. Читайте биографии. Биографии написаны об успешных людях. И в каждой из них вы найдете слова, с которых я начал это видео, наплюйте на мнение окружающих. Окружающие – это что? Это в том числе и социум. Это не только ваши друзья, родители, близкие, родственники. Нет. Это еще и социум вокруг. Мнение социума, стандарты социума, стандартные пути, карьерные конструкции. Это все конструкции прошлого. Ребята, это все было, а будет по-другому. Будет так, как вы сделаете. Опять же, примеров тысячи во всех книгах. Подвергните себя этим книгам. Именно подвергните. Начните читать биографии неординарных людей. Никто снаружи понятия не имеет о том, что такое счастье для вас. Я повторю еще раз, никто этого не знает. Ни ваши родители, ни ваши самые близкие люди, самые дорогие друзья, самые уважаемые люди, которых вы знаете, самые убедительные советчики. Никто не знает, как вам быть счастливым. Не нужно задавать людям эти вопросы. Задавать их нужно только себе. Идти, обжигаться, спотыкаться, пробовать вновь только себе.